Газета Одинцовская неделя приветствует своих читателей и зрителей очередным номером, как всегда, насыщенным новостями и репортажами с места событий. Сегодня в выпуске. Зеленый холм места Мусорной горы. Все, кто раньше проезжал по Можайскому шоссе в районе часов, конечно, помнят это ужасное место. Огромный холм, источающий неприятный запах, мертвые деревья у дороги. Уже сейчас картина совсем другая. Полигон был закрыт несколько лет назад и подвергся масштабной рекультивации. Территорию осмотрел в ходе рабочей поездки глава округа Андрей Иванов. Кстати, о мусоре. Оказывается, 45 дачных товарищей с начала года не подали ни одной заявки на вывоз бытовых отходов. Это выяснилось в ходе анализа ситуации вокруг самовольных свалок в лесах и около остановок. Нехорошо, товарищи дачники. Новости Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев обещает, что в этом году в каждой школе Московской области появится по бесплатному спортклубу. Их, кстати, уже почти тысяча. От себя добавлю, что спортивными мощностями школ пользуются не только дети, но и родители. Взрослые арендуют школьные спортзалы для того, чтобы вечером поиграть в волейбол, баскетбол, настольный теннис. А вот в поликлинике нам бы этого хотелось, чтобы наши читатели заглядывали как можно реже, сохраняя богатырское здоровье долгие годы. Но уж если доведется, рассказываю, что сегодня в медицинских учреждениях Подмосковья приятно находиться. Они выглядят эстетично, современно, оснащены достойной медтехникой. В этом уважение и к врачам, которые ведут прием, и к их пациентам. Кстати, в Центре диспансеризации в Одинцово организовали обследование группы ветеранов из лесного городка. Это было очень удобно для пожилых людей. Вместе сели в автобус, посетили врачей, даже получили подарки на память. В волейбольном центре состоялся третий областной образовательный форум НКО с нуля от регистрации до получения грантов. В масштабном мероприятии приняли участие представители всего региона. Активисты некоммерческих организаций ведут важную социальную деятельность, и за это получают бюджетные гранты. Но чтобы поддерживать таким образом социальную сферу, казна должна иметь наполнение. Об итогах декларационной кампании рассказал на пресс-конференции начальник отдела камеральных проверок Одинцовской налоговой инспекции Павел Потапов. В нашем округе на минувшей неделе было интересно. В Голицыно прошел фестиваль фильмов православного содержания. В Одинцовском спортивном парке акция «Ночь в парке», а в Раздолье второй окружной фолклорный фестиваль «Этнофест» — культурная мозаика народов России. Знаете, это такие вещи, которые трудно описать словами. Какой бы замечательный репортаж ты ни сделал, какие бы прекрасные снимки не разместил на газетной полосе, реальность все равно ярче и интереснее. Невозможно передать газетной строкой фантастическое звучание народных инструментов, многоголосие хоров, ритм и пластику танцевальных ансамблей. На такие фестивали нужно ходить. А как же нам о них узнать заранее, спросите вы? А вот очень просто. Берем газету Одинцовской недели, переворачиваем, и вот она. На последней странице наша афиша. Полное «Что, где, когда» Одинцовского муниципального округа на эти выходные и последующую неделю. Пользуйтесь! После дождей в Подмосковье появились белые грибы. Наш корреспондент Елена Щукина собрала в соцсетях истории грибников, побеседовала со специалистами-экологами, которые и выдали все грибные места в наших краях. А на странице происшествий сегодня невозможно выделить какой-то материал особо, потому что они все далеко неординарные. Тут и сбежавшая медведица, ополчившаяся на свою хозяйку, и грузовик без тормозов, собравший в кучу на Минском шоссе сразу 15 легковых автомобилей, и многое другое. Лучше, если вы все прочитаете сами. Тем более, что наша газета уже в полном вашем распоряжении и находится в фирменных стойках. А вот если вам ее не достанется, то мы доступны и в интернете. Вот наш сайт.